друзья всем привет мы с вами находимся в израиле у меня очередной выходной день я предлагаю пройти с вами по очередному райончику города израиля и посмотреть как же здесь живут не самые бедные люди мы с вами сейчас находимся таком довольно обеспеченном районе здесь живут смешанность население здесь не только евреи здесь русскоговорящие и арабы есть хотя арабов очень мало в основном французы живут в этом районе он давайте-ка прогуляемся и посмотрим тут есть красивые балкона тарелками время слышу вы нам тоже слышите время тарелками можно сейчас обеденное время здесь виллы у нас в аренду предназначены для аренды а вон там интересное местечко забор колючего проволока вроде как там находилась военная база вот такая красота в арабском стиле кованый металлический забор это очень довольно таки дорогое мероприятие сделать узнали металлический забор да еще и из кованого железа но я забор покруче сейчас мы с вами туда как раз и отправляюсь вот здесь такая интересная стена потому что на той стороне улица уже как бы на отметке 0 но здесь получается низина и для того чтобы выровнять построили такую большую стену стена представляете какой там должен быть бетон арматура чтобы это все не сползло вниз по склону но технологии позволяют а денег так вообще хватает в израиль поэтому если надо просто берут и делают а мы с вами пойдем туда в горку там построили совсем недавно новенький новенький фитнес-центр по вечерам туда приезжают богатые одинокие женщины до их сразу видно о слева от меня находится классная новая бмв кто разбирается машинах можете написать что-то за марка модель когда я выкладывал недавно фотографии этой машины это виллы мне кто-то написал комментариях что вроде как эта машина принадлежит гинекологу вот так вот на женских прелестях на медицине можно подняться жить вот в таком доме и кататься вот на такой тачке прикольный такой байк или как его назвать квадроцикл ездить по пляжам по дорогам классно прикольно дверь такая марлевая там даже музыка есть дом с красной крышей тоже прикольно смотрится сейчас кстати говоря уже ноябрь месяц практически декабрь через неделю будет декабрь ну посмотрите на погоду в израиле на небе ни одного облачка нет здесь сейчас очень жарко он просто так для кого-то даже невыносимо жарко идешь потеешь весь мокрый к этому надо быть сразу готовыми ну а там вот видите на крыше такие как бы елочки такие это специально чтобы птицы не могли садиться по что птицы любят все обгадить для того чтобы такое не случалось сделать такие как елочки очень часто с левой стороны у нас фитнес-центр тот самый про который я и говорил здесь стеклянные стены кстати до сих пор он кто-то занимается на плохо видно сейчас отражение по ночам здесь на крутых тачках приезжают и занимаются в основном женщина за ними кстати что интересно приезжают молодые парни на крутых тачках тут тенинговые тачки прижатки то ли от их сыновья то ли это парни которые хотят получше страт в этой жизни он кстати красиво смотрится небесный такой цвет голубой все-таки чистенько вообще супер вот этот джип вот это я понимаю даже с моим ростом 2 метра у него капот мне по грудь просто огромная огромная американская машина скорее всего это строитель на ней работает вот этот многоквартирный дом я так понимаю там живут самые обычные люди потому что с этой стороны у нас уже начинаются домики размером поменьше и квартир соответственно поменьше тут у каждого есть своя персональная стоянка такая так выглядит вход в эти квартирки но обратите внимание все сделано из белого камня здесь стоянка пустая то ли все на работе то ли то ли еще не заселились непонятно вот кстати здесь видно как подключается газ и мы видим что счетчик только у одного стоит газовый но на воду подключены уже четыре дома либо четыре квартиры смотря как это считать тут недавно в объявлении видел написано сдается квартира и фотография там написано сдается отдельно стоящая квартира а фотография какого-то сарая одноэтажного поэтому здесь все называют квартирой вот такие вот коттеджики можно сказать но ты понимаешь это в аренду все хотя может тут кто-то и живет фиг его знает заглядя вот на эти мотоциклы на эти байки я думаю что скорее всего это в аренду кто-то снял и сюда на них приехал такие suzuki написано это что ямаха довольно таки мощный насколько я понимаю не дешевые мотики такие и обратите внимание насколько здесь тихо пока еще микро такую тачку я бы тоже себе хотел купить здесь вот жаль чтобы чисто кататься по делам зачем здесь большая большая есть в минске а здесь можно на маленького вот это вот это я понимаю у человека свой собственный козырек от солнца чтобы не портить машины и посмотреть какая какая крутая тачка одни колеса то сколько стоит его мая считывая что здесь налоги большие сразу как он денег отдал ну круто круто такой мотоцикл классных кофры багажники вообще я слышал что якобы в этом районе сейчас активно селятся украинские айтишники они из украины уехали по понятным причинам денег завались сейчас кстати на рынке трудоустройства в израиле благодаря украинским айтишникам такие есть серьезные проблемы просто большая-большая конкуренция устроиться на работу в айти сферу хай-тек сейчас довольно таких проблематично о кстати смотрите новый телек в коробке или это скорее всего старый телек их тут даже два он здесь написаны и ждите ве и тут еще один довольно таки большие нормальное состояние коробку от самсунга q-лет а это мусорка под землей туда прячься мусор кто вывозит чтобы не воняло но я о том что у кого из квартиры может сюда прийти забрать себе нормальный телевизор в рабочем состоянии здесь принято тогда зарплата большие поэтому принципе никто ничего не бережет просто себе покупаешь новую технику старого кидаешь но не укидываешь а видишь так ставишь аккуратно даже в коробке и любой человек может прийти потом забрать очень часто так делать новый репатрианта знаю особенно в арендных квартирах потому что что толку туда покупать себе дорогой телек или даже дешевый что толку вот туда покупать если ты скоро туда съедешь когда живешь в арендной квартире ты меняешь там каждые полгода допустим или каждый год просто хозяин то цену завышает то еще что то то ты работу вдруг нашел получше нужно менять место жительства в общем это время временное дело такое но как красиво смотрятся две белых тачки вместе все красота вот такое собственно говоря райончик здесь есть декоративное украшение такое тоже забор дорогущий я мою сколько денег нужно на все это посмотрите какой забор красиво есть пальмы это песко струй я так понимаю что это стекло но на нем видны пальмочки и за на камере видно или нет очень красиво здесь обычная машина обычном а задача немножко бита кого-то нормальный человек обычная полка хочешь что-нибудь поставь скамеечка правда на самом пекле на вечером сидеть очень даже комфортно потому что я здесь как-то сидел нормально вот такой райончик тихенькие классненькие если есть баблицо то можно жить комфортабельных условиях о какой классный забор какой-то восточный стиль и там еще подсветка если вы видите лампочки стоят дом розового цвета необычно очень обычно просто обычно все вот такие вот белые вот как этот дом но здесь у нас розового цвета двухэтажный скатная крыша скатной крыши часто любят делать либо европейцы либо русскоговорящий сейчас вообще говорит что русские типа это русские русские многие могут обидеться поэтому сейчас так никто не говорит говорят русскоговорящие опять же что толку объяснять всеми так порядка почему не все сейчас себя ассоциируют с русскими но так как говорим на русском поэтому все мы русскоговорящие красивый дом тоже пабло скобарт или это кто же здесь живет классно классно ребята это я вам специально показываю для того чтобы вы не завидовали наоборот вдохновлялись набирались позитива мотивировались что в израиле можно жить тоже богатой жизни и позволить себе какие-то плюшки такие жить в классном доме ездить на крутой тачке да крут если у есть какие-то вещи которые тебя мотивируют то как бы и смысл жизни появляется вот это дети у кого-то семья у кого-то благополучие у всех свои ценности главное чтобы эти ценности были просто жить просто так ходить на работу спать опять на работу спать просто неинтересно становится жить для чего-то да непонятно так у тебя хотя бы есть цель улучшить жилищное условие устроить детей лучшую школу или садик там универы дать какие-то перспективы в жизни я думаю сюда в основном именно для этого и приезжают для того чтобы стать тем человеком который знать вот многие говорят что вот уехал прадед в америку и теперь его там потомки живут богатой жизнью так вот чтобы стать этим прадедом который свое время уехал в израиль пожертвовал так сказать своим благополучием но зато уже дети будут или внуки и правнуки жить в лучших условиях иметь паспорта нормальной страны ездить куда угодно поступать в универы всех стран ну и может быть чего-то добиться в жизни хотя добиться можно конечно же в любой стране я вообще считаю что если человек добился чего-то в стране исхода он и здесь добьется если там не добился то здесь конечно мало что получится мы с вами идем в такую горку поэтому тяжело то что комментировать да ну и тем более солнце печет посмотрите на небе нет ни одного облачка такая погода кого там очень необычно на фасаде дома такой крест до для израиля это необычно те же мусор очки посмотрите как они аккуратно оформлены нету никакой грязи тут ничего не течет все стоят аккуратно раздельный мусор в один пластик другой картон третий там для смешанного мусора но главное что чистота у да тогда красотища что-то за деревья таких-то целых три штуки ребята напишите комментариях кто разбирается что это за деревья как лимоны какие-то и что очень классно смотрится желтый цвет на фоне голубого выделяется как контраст такие абордюры тут имеют тоже разную рассветку есть тут бело-красная значит общение запарковаться вот это вот человек злостный нарушитель здесь нельзя парковаться есть поворот а вот тут допустим можно здесь уже голубые с белым здесь можно парковаться но есть пояснительная табличка с какого по какой кстати обратите внимание на иврите написано на арабском и на английском то что говорят что вы жрали каждый там 5 каждый 4 русский опять же не русский русскоговорящий уже надо пояснять для того чтобы никого не обидеть и все-таки русского языка нет знаки на арабском английском получается английский как международным до арабский для арабов русских живет много но ничего не написано вот здесь знак только на иврите ну кого только на иврите то как бы все понятно да тоже как бы израиль идешь такой по улице идешь и тут бац какой-то забор металлический специально так вот сделано выгнуто чтобы туда не перепрыгнули а там что там просто водичек обычная подача воды прямо вот посреди улице и поставили огородили то что огородили хорошо то что поставили не очень но с другой стороны зато если что-то случится не будет никаких раскопок как знаете у нас там странах снг любят на две недели отключать горячую воду а потом что-то прорвет и постоянно что-то копают и копают здесь такого не будет ничего копать не нужно все находится на виду трубы по земле идут на той стороне тоже красивые домики сейчас мы с вами туда перебежим и пройдемся по той стороне там тоже очень красиво есть на что посмотреть смотреть на красиво это всегда приятно и полезно ну вот мы с вами друзья уже и на другой стороне такой вид открывается туда откуда мы с вами пришли мы с вами шли вон оттуда и сейчас пойдем по этой стороне посмотрим здесь домики тоже очень классный красивый ступенечки заборчик бен веню какой-то понимаю на французском написано бен веню кстати вот эта трава это трава не настоящая пальмы настоящие он там кстати на втором этаже такой навесик есть можно сидеть вечером синячки и отдыхать здесь у нас уже искусственной травки нету и зато есть кусты тоже смотрится довольно таки красиво ну ступеньки плиточка кстати обратите внимание плитка точно такая же как у вас в любом городе мне иногда кажется что это вообще запатентована на на форму по что она используется везде и белоруссии в россии вас знали я не знаю может быть даже штатах эта машинка кадиллак кожный салон круто круто но кто-то живет очень такой успешной богатой жизнь так а здесь мне нравится вот этот декоративный мостик если тут никакой реки ничего нет здесь вообще очень-очень сухая земля но участок находится немножко на возвышении как это обыграть вот сделали такой декоративный мост и трубы в принципе есть видите систему капельного полива она тут присутствует но видимо не заплатили за воду что ничего не растет хотя здесь вот допустим есть заросли но непонятно непонятно это надо быть биологом чтобы понимать почему растения не растут а тут растут еще один прикольный дом розовый цвет и какая-то форма необычно это как марокко интересно здесь американские пальмы все любят говорить что это пальмы из лос-анджелеса кто-то там когда-то завез теперь их выращивают специальном питомнике здесь крутой мерин стоит вы не думали что это обычный работяга живет в таком доме понятное дело что нет прямо на улицу выставили пластиковые стулья столик можно посидеть классно наслаждаться жизни все узнали что хорошо это жить и наслаждаться если ты работаешь по 12 часов тоже уже как бы не очень хорошо он какой орел посмотрите они это не орел и орел надо какой-то орел и типа птенца кормит а здесь как римская ваза красиво смотришь его мое что-то за машин ёшкин кот вот это мы попались он здесь получается тесла стоит в гараже ну тесла и тесла дорогая но все уже привыкли а вот это что это такое кстати электро розетка нарисована е х что-то там хо не знаю друзья напишите в комментариях какая-то очень крутая тачка я не знаю даже что то может это линкольн там был но это порядок что-то discovery но тоже так обычно там конечно машина просто супер просто не хочется мне вокруг нее крутится чтобы не подумали что плохого обычно бмв таких пятерок у нас в снг хватает только что она здесь в белом цвете вот такого у нас везде хватает красота красота конечно здесь тоже номера номера странно кстати вот это умеренно белого цвета что это значит может это дипломат какой-нибудь очень много вопросов в этом видео ребята очень много кто знает здесь он в белом цвете сиди написано потому что обычно в израиле такие желтенькие а в белом цвете это значит по ходу дипломаты какие-то сто процентов процентов 80 70 что там какие-то дипломатические работники живут но шо вы думали чтобы жить в таких условиях надо работать в малоне в отеле или на заводе конечно нет в любой стране хорошо если ты у власти в этой кормушке депутат дипломат какой-нибудь чиновник тогда те конечно жить любой стране класс ну не будем задаваться вопросом это я просто ухты рассуждаю вот это машинка класса к маленький пикапчик subaru супер смотрится старенький конечно наклад сзади преследует машина на фото ездит какая-то женщина все посматривает что же ты тут ходишь с камерой что-то тут кого-то тут ищешь от этого смотришь ну это же свободная страна можно так это сюда мы же с вами в демократии жив здесь нет демократии н.н. демократия птицы загадили всю машину все руны интересный в сером цвете выполнен такой котельчик классно что тихо погодка вот там песик гавкает сегодня шаббат кстати чтобы если кто-то думает почему так тихо во первых это жилой район здесь нету рабочих мест но работа никакой здесь вы видите тут не магазинов ничего нет вот во вторых сегодня шаббат для тех кто не знает вы знали шаббат это значит закрыто все кроме некоторых арабских магазинов закрыто все ничего не работает кто-то говорит что очень скучно вы знали на шаббат нечего делать но шаббат для того и шаббат для того чтобы ты семьей проводил это время чтобы сидели дома там молились на тех кто не молится просто наслаждались своей семьей решали свой семейный вопрос поэтому мне допустим нравится шаббат я люблю когда тихо вот здесь какие-то дайверы живут есть дайверские костюмчики вот красота вот там тетя с метелкой да что скажу что ты специально выбрал такой кадр но нет нет ребятки кто-то на подработку пошел здесь наши часто работают именно на уборках у меня у друга жена тоже на уборках он сам обычно на уборках много платят но там нету часов таких чтобы но постоянно чтобы каждый день знал что тебе сегодня надо идти куда-то на уборку поэтому сложно спрогнозировать что-то вот но когда есть платит больше поэтому он любит взять выходной на основной работе и сгонять туда на подработку а еще хотел что-то за громкая тачка едет а это mercedes кабриолет да кстати еще не задумался никогда как классно на кабриолете здесь есть пол и и я не видите знаки на доме любители хоре кричны все это и живут как они себя называют они это проснувшиеся считаются все вокруг спят одни не проснувшись за этим забором живет очень любопытный котик он все время здесь он малыш убежал носа реки всегда здесь сидит и сейчас здесь сидит тоже на улицу не выходит молодец эту машину могут забить сказал уж через забор смотрит вы вообще кстати замечали что домашние питомцы по характеру очень сильно похожи на своих хозяев если так можно сказать на на своих тех с кем они живут просто хозяин как-то ну такое слово хозяин это хорошо если ты хозяин дома если ты хозяин какого-то живого существа как-то уже не очень звучит и что интересно любители собак по характеру они отличаются от любителей от любителей кошек те кто любит котиков они более всегда мягкие по характеру а те кто собаками живет они привыкли все время командовать поводок этот тягать и так же само они общаются и с людьми все время такие стой слушай такие знаете все время какого-то команда дает а те кто любят котиков они наоборот они дают тебе как бы выбор ты сам можешь делать все что хочешь вот мои наблюдения еще один прикольный дом интересная форма квадратные вот здесь вообще такой холм сколько здесь метров и на самом верху как какая-то крепость стоит дом тоже интересно у нас такого не увидишь дерево бонсай только огромных размеров круглая прямо за забором домик да интересно так против солнца не пойду по что нифига не видно надо идти в обратную сторону тоже интересный дом несколько уровней такие как балкончики там слышу дети играют в футбол там через дорогу находится стадион ё-моё очень много зрителей вот наверно куда собрался весь город все здесь что давайте тоже перейдем посмотрим вот мы и возле стадиона вон там разминка малые гоняют тренировочки тоже очень хорошие занятия шаббат поиграть смещен классно еще нет это жизни надо вообще наслаждаться и учиться у евреев как раввин говорит ты должен на работу тратить только одну треть времени в сутки а той которую тратишь на изучение торы но это можно по-разному трактовать вот кстати какой в багажнике интересный маленький мотоциклик детский походу трактовать можно по-разному но смысл такой что если ты на любимое дело тратишь четыре часа в день на работу можешь потратить только два если на любимое дело тратишь восемь часов день на работу там три либо четыре часа чтобы не быть рабом чтобы не было напрасным то что бог когда-то освободил всех евреев из египетского рабства чтобы ты сам себя не выгонял в это рабство больше ну так он говорит я знаете некоторые вещи беру себе на ус так сказать накручиваю жизнь по ним конечно не получается но но очень интересного кстати там такая горка перебегаем через дорогу о поп-оп-оп главное чтобы миштары нигде не было все увидел эту горку и поэтому здесь будет крутой вид сверху да он там арабский город акаба называется сейчас поднимемся посмотрим красота здесь тоже видите склон попытались сделать в траву на солнце полосе выжигает солнце беспощадной туда вид главное не навернуться с этой горки но красота же красота даже какой-то стульчик есть сейчас подойду если он не сломан и сядем посидим ну конечно он такой хлипенький вы видите листов хватает здесь можно сидеть и наслаждаться на израиль кстати надо сделать обложкой этот кадр для этого видео вид на израиль на красном море и стульчик такой класс кто-то потерял резиновый сапог интересно нафига резиновые сапоги если тут такая сухость нет ни болот ни луж зеленая роща можно сказать что много зелени голубое небо синяя одинокая стоящая остановочка как же классно когда много зелени я надеюсь что еще через лет 50-70 израиль вообще зацветет и будет полноценной зеленой страной чтобы были тенечки скамеечки можно было сидеть отдыхать по крайней мере вылать и все это очень сложно не знаю может там на севере страны зелени много здесь мой лати вот постоянно сталкиваешься с тем что солнце печет просто неимоверно красивейший перекресток высажены цветы красивые пальмочки тоже домики такие в европейском стиле со скатными крышами под черепицу а может бы даже и настоящая черепица дорога идущая к морю туда туда самый низ он кстати volvo электрическая с той стороны и значок розетки с этой тоже видим кому интересно ханукия на крыше видите вот эти свечи декоративные и будут зажигать каждый день по одной свечи в честь праздник в честь того что один кувшин с маслом горел то ли 7 не то ли 8 я знаю что мои зрители все знают лучше меня поэтому напишите можете загуглить сколько же дней по моему 8 дней либо 7 дней а 8 это уже так на всякий случай или в благодарности точно не помню то надо у раввина будет спросить да он нам сам расскажет на недельной главе поэтому вот такая вот религиозная вещь присутствует щезаль религиозная страна кто бы что не говорил только тель-авив мировая столица гейства как раввин говорит только там и шаббат все работает шаббис и другие дни и как-то все такое смешивается даже у какого-то главного раввина оказался сын тоже членом лгбт да ну гем он оказался вот такая вот жизнь говорит такие современные реалии что с этим делать как бы по законам иудаизма надо было изгнать из семьи но он принял решение все-таки оставить как бы семья дороже поэтому вот даже через раввинов через ортодоксальную общину постепенно общество приходит все-таки к этим ценностям что какая разница чем там занимаются твой сын или дочка с кем он там в постели хотя все-таки это для жителей страны снг очень сложно принять я вас понимаю но вот такая здесь реальность голубой но и голубой гей но гей лесбиянка но взбер фиг с ними называется лишь бы они не вели свою пропаганду не ходили с этими флагами не показывали вот на всеобщее обозрение что чем они занимаются как бы гетеросексуальный мужчина ниже не ходят тут и не кричат что слагами что я люблю женщин я люблю девушек но никто же этим не занимается чтобы не было пропаганды делай что хочешь главное чтобы это все не вылазило на оружие кстати какие-то школьники возвращаются домой не знаю что у них было шаббат может все-таки шаббатульс вот можете посмотреть есть темнокожие всякие-всякие если вы придете жить в израиль то тоже с большой вероятностью 50 на 50 что ваша дочь сейчас либо ваша внучка в следующем поколении выйдет замуж за темнокожего еврея с какой-нибудь марокканцы эфиопа и родит вам уже внучков чернокожих ну к этому надо быть просто готовыми как бы что тут обсуждать осуждать еврейство оно открытое ты можешь быть евреем не только по матери потому что как нам равен объяснял что вот что такое еврейство хотя ладно давайте я об этом расскажу в следующем видео потому что это затянется еще на полчаса что такое еврейство это народ это генетика это религия вот что-то такое потому что как бы ты евреем можешь стать ты не было время принял георгий стал липи и время ты можешь родиться там от матери родился и все или ты уже еврея а можно наоборот родиться от папы евреи ты не евреи вот что такое он нам все это объяснял я вам давайте расскажу следующем видео друзья если вы еще не подписаны на этот канал обязательно подписывайтесь здесь мы с вами гуляем по израильским городам в основном конечно по одному городу но по разным улицам в будущем когда будет больше выходных дней я поеду в другие города смотрим на жизнь в израиле просто ходим с камерой и комментируем все что видим поэтому чтобы не пропустить новые видео обязательно подписывайтесь а этому видео поставьте лайк буду очень признателен и спасибо за ваши просмотры они действительно меня радует когда я вижу большие цифры мне это очень приятно значит я делаю что-то в этой жизни не зря всем пока и до новых встреч новых видео про израиль